добрый день предыдущем выпуске мы с вами поговорили о фазах калашения цветения озимой пшеницы а сегодняшний ролик будет завершающим в цикле выпусков агрономия в цифрах посвященных озимой пшеницы и в нем мы рассмотрим период от молочной спелости до уборки культуры фаза молочной спелости озимой пшеницы длится в среднем 10 16 дней в этот период определяется степень выполненности зерновки и начинается ее постепенное обезвоживание более 50 процентов пластических веществ образуются в растении и поступают зерновку в эту фазу поступают продукты ассимиляции из лак листа под колоссового междоузлия колосковых чешуй и колоса именно эти части растений за 2-3 недели должны обеспечить зерно простыми азотистыми соединениями представленными в основном аминокислотами и легко растворимыми белками для этого мы сохраняли здоровыми колос и флак лист предыдущие фазы развития культуры в том числе и с помощью инсектофунгицидных обработок так как преждевременное разрушение фотосинтезирующей поверхности этих органов приводит к образованию щуплого зерна так например при развитии листовых пятнистостей выше 50 процентов урожайность может снижаться в среднем на 20 продуктивность фотосинтеза в период формирования и созревания зерна составляет от 18 до 30 грамм на метр кубический а растения за сутки расходуют в среднем около трех миллиметров влаги в виде транспирации по мере накопления пластических веществ происходит постепенный переход от полужидкой консистенции зерновки к более плотной тестообразной тестообразный период длится 3-4 дня он является переходной фазой при которой зерновка остается еще довольно таки крупной но при этом приток пластических веществ замедляется а содержание воды в зерне снижается 65 60 до 40 процентов далее наступает фаза восковой спелости которая длится в среднем 7 10 дней данная фаза характеризуется процессами превращения питательных веществ запасные содержание простых белков снижается и начинается формирование сложных клейковинообразующих их содержание от общего количества белка составляет 60 65 процентов в начале данной фазы в зерновку еще может поступить до 17 процентов пластических веществ из растения а к ее концу рост зерновки прекращается содержание воды в зерне снижается 40 до 20 процентов концу данной фазы определяется такой важный показатель как масса 1000 зерен который определяет будущую урожайность на 25 процентов фазе созревания пшеницы оптимальная температура воздуха 22 25 градусов цельсия а температуры воздуха 35 40 градусов в эти фазы способны снизить урожайность на 57 процентов из-за нарушения транспорта ассимилиантов дефицит влаги же в эти фазы способен снизить урожайность на 5 10 процентов из-за образования щуплого зерна с низким содержанием клейковины а избыток влаги в виде дождя фазу полной спелости способен снизить урожайность на 5 20 процентов так как созревшие зерно в сырую погоду расходуют накопленные органические вещества на дыхание. Так, например, дождь в 10 мм способен снизить урожайность на 1,5-2 центнера и повлиять на качество, снизив содержание клейковины на 1%. Уборку можно начинать при полной спелости зерна с влажностью 17-18%, а затем проводить дополнительную сушку, так как на хранение зерно можно закладывать при влажности не выше 14%, а для долговременного хранения не выше 12%. Либо, как обычно и бывает в нашем регионе, уборку сразу проводят при допустимой для хранения влажности. Надеемся, что наши ролики были хоть немного, но все же вам полезны. Ведь только четко зная, что происходит в растении в ту или иную фазу, мы можем в определенной степени регулировать часть процессов для того, чтобы в максимальной степени реализовать потенциал растений. Желаем вам получить хороший, качественный урожай и реализовать его по высокой цене. А еще больше актуальной и полезной информации вы сможете найти на нашем сайте. Ссылка в описании к видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!